Алексей Текслер обещал лично позвонить жительнице Чебаркуля, чтобы узнать, исчезли мусор во дворах. Люди пожаловались главе региона на личные встречи во время его визита в территорию. На вопросы людей Алексей Текслер отвечал больше двух часов, а также проинспектировал строящийся стадион и заехал в Уральскую кузницу, где делают штамповки для всех видов промышленности, включая космическую и ракетостроение. Какие поручения были даны главой области, Яна Тормина знает. Чебаркуль начал с того, что показал главе региона Алексею Текслеру свои сильные стороны. Уральская кузница – крупнейший в России производитель штампованной продукции. Кузницы здесь изготавливают штамповки для всех видов промышленности, включая космическую и ракетостроение. Но сегодня главу региона в первую очередь интересуют не объемы производства, а людям. Бороимся, всегда похищены. Все в порядке? Не обижают? И прекрасные ребята у нас молодые, приятно на них смотреть. Еще одна сильная сторона Чебаркуля – это спорт. Около Ледового дворца имени Харламова реконструируют городской стадион, которому 70 лет. Деньги направила область больше 20 миллионов. Заменили систему водоотведения, скоро появится новое футбольное покрытие, стометровая дорожка, площадка для воркаута и тренажеры. Алексей Текслер посчитал большим упущением то, что на главном стадионе города забыли о зрителях. Давайте договоримся, что в следующем году были трибуны. Обратить внимание на то, о чем забыли. Именно для этого приехал глава региона. Уже по традиции Алексей Текслер посещает места, на которые в своих электронных письмах часто жалуются жители. Люди жаловались, писали на 100 грамм, о том, что в плохом состоянии. Ну, как бы да. Увидели, к сожалению, у нас шабры. Речь о неврологическом отделении областной больницы Чебуркуля. Ремонт, со слов главврача, здесь сделали 17 лет назад. Чтобы привести палаты и коридоры в порядок, направили 2 миллиона рублей. Мне бы хотелось, мы с вами договаривались, что по таким больницам подготовить предложение, чтобы мы начали эти работы, чтобы люди, которые ходят и попадают в эти больницы, видели, что ситуация постоянно улучшается. О плохих дорогах Алексею Текслеру тоже пожаловались на личные встречи, а также, что с контейнерных площадок не вывозят мусор. Процессы коммунальных письмах уже было в ходах больше. А в хуже мы договорились погуляться. На решение проблемы местным властям Алексей Текслер дает месяц. Вы оставьте моему протоколу свой телефон, и через месяц я попрошу с вами связаться, а вы мне расскажете, ситуация изменилась, лучше мы или нет. На встречу с Текслером пришли предприниматели. Бизнесмены не могут развивать туризм. Курортная часть Чебаркуля разделена между Минобороны и Управлением лесами. Владельцы баз жалуются, им запрещают возводить новые здания. В итоге базы, построенные в 60-х, ветшают, и люди туда не едут. Поэтому, когда речь идет о землях военных или Гослесфонда, где все запрещено, где разрешена только реконструкция барака в барак, фанерного домика в фанерный домик, никогда мы современный курорт не получим. Современные курорты начинаются с современных мест размещения. Это современные здания, современные коммуникации. По этому вопросу Алексей Текслер поручил создать рабочую группу с участием чиновников и бизнесменов. А итог встречи глава региона резюмировал одним словом – бардак. Здесь такая чехарда с главами муниципалитета. К сожалению, это проблема. И большинство вопросов, они касались тех сфер, за которые ответственны непосредственно муниципальные власти. Алексей Текслер вручил папку с поручениями главе округа, пока временно исполняющей свои обязанности, Светлане Виноградовой, и отметил, что с жителями нужно работать активнее. Яна Турмин, Андрей Ярушев, Борис Абрамов, ОТВ.